Всем привет! Сегодня у нас новое видео по ETS2 и сегодня у нас видео по новой карте Сибири на версии 1.47. Это у нас версия Сибири 2.6.0. Обновление и сегодня мы проедемся по новым местам, которые добавились в этом обновлении. Что же у нас, собственно, добавилось? У нас добавилась дорога на Тюмень, собственно, сама Тюмень, но пока что, естественно, не полностью. У нас добавилась вот эта вот северная часть объездной Екатеринбурга и у нас добавилась Казань. Довольно много обновлений, три больших города, поэтому сегодня мы проедемся из Кургана в Тюмень. Посмотрим вот эту вот замечательную дорогу. 207 километров, но довольно интересных мест, поэтому давайте будем выдвигаться. Поедем мы на Даффе XF 105 от Вадика. Решил все-таки сегодня не брать еще новый МАН. Возможно, как-нибудь в следующих видео мы его лучше обкатаем. Сейчас и так все ездят на МАНах, а мы сегодня проедемся на Даффе. Причем, по-моему, предыдущие обновления карты Сибири я тоже записывал. А нет, это было не предыдущее, это было пазопрошлое обновление. Тогда я тоже ездил на Даффе 105 от Вадика. Вот, ну что ж, в принципе, что? Давайте включим мы свет и будем потиху выезжать. И по дороге я немного расскажу, собственно, про карту Сибири. И так все отлично про нее знают, но все-таки надо что-то немного еще рассказать для тех новеньких, которые только зашли и узнали про данный проект. В Кургане мы были уже несколько раз. Я даже на МАЗе как-то проезжал, по-моему, через Курган. Вот, очень классный город, он мне очень нравится, как сделан. Очень подробно, очень детализировано, атмосферно. Ну, вообще, прям очень классно. Вот. Прям тут очень все красиво. Посмотрим, как сделано Тюмень. Что еще могу сказать? Немного слов про DAF. Как я уже сказал, это DAF XF 105 от Вадика. Я делал как-то уже обзор на данную модификацию, но это было еще, по-моему, на 1.46. Вот. Поэтому, если кому-то интересно, то можете перейти посмотреть. В принципе, ничего кардинально с того момента в этой модификации не изменилось. Она так и осталась очень-очень качественной, с просто огромным количеством тюнинга именно салона. Я не знаю, на самом деле, модификацию, еще одну, где столько много тюнинга салона. Салона тюнинга. Вот. Салона тюнинга. Вот. Так, ну а мы сейчас выезжаем из Кургана. Вот такой вот замечательный тут знак, стелла, называйте как хотите. Очень классно, красиво сделано. Вот, это мне, конечно, очень нравится. В короче себе очень много своих префабов, очень качественных. Плюс, кстати, в этом обновлении, насколько я знаю, были переделаны заправки. На базе дефолтных префабов делали заправки, которые встречаются в этом регионе. Там Газпромнефть, вот мы сейчас проезжали, Лукоилы. Там, я не знаю, Татнефть, что тут еще такого есть. Так, у нас оплата проезда. Тут у нас платная дорога. За массу свыше 12 тонн. Ну, ничего себе. Ну, почти ДТП случилось, да. Тут у нас какая-то дисопилка. А нет, это у нас чистостоянка, да. Но выглядит очень интересно. Так, давайте 80 поставим. Вполне себе такая нормальная скорость. Кстати, я заметил, что на DAF у нас обновилась навигация. И она, да. И она, получается, правильно показывает, сколько сейчас времени и сколько нам осталось ехать в нашу скорость. Ну, очень классно. Вот здесь у нас Лукоиловская заправка сейчас на пути. И сейчас на кольце мы будем ходить в направлении Тюмени. Здесь когда-то был, может, какой-то пост ДПС или что-то еще такое. Такой домик остался маленький. Так, что касаемо этого обновления. Это обновление создавалось 4 месяца. То есть, ну, где-то, да, где-то 4 месяца назад, собственно, был обзор предыдущей версии CyberMap. Это было на 1.46. Сейчас у нас уже 1.47. В принципе, эта карта работала с фиксом и предыдущей версии на 1.47. То есть, никаких проблем с этим не было. Но сейчас вышла у нас уже новая версия. Она полностью адаптирована из особенностей. Значит, лучше растительность у нас выкручивать, естественно, на максимум. Потому что если выключаешь растительность, то, естественно, картинка у нас становится гораздо хуже. И выглядит все не так, как, в принципе, автор задумывал. Ну, это все прекрасно понимают. Это абсолютно везде такая тема. Вот. Также лучше выключать вот это SSAO. Либо полностью, либо ставить на низких, если позволяет ПК. Но я вообще выключил на всякий случай, чтобы никаких проблем не было с оптимизацией, с FPS. В принципе, сейчас тут в лесу у меня тоже 50 FPS. Но это, на самом деле, неплохо. То есть, если едешь по открытой местности, то там стабильные 60. Здесь какой-то указатель. А, Тюменская область. Да, заезжаем в Тюменскую область. Я думаю, что с Тюменской области все-таки меня смотрит много людей. Поэтому для многих эта дорога, возможно, очень хорошо знакома. Исецкий район, Исецкий. Ну, как обычно, в принципе. Местные названия такие не очень знаменитые. Я не знаю, поэтому если что, поправьте в комментариях. Так вот, если есть местные, то обязательно пишите, как обычно. Как тут все сделано, по вашему мнению. Насколько все похоже или не похоже. С учетом, естественно, масштаба 1 к 19. Так, это у нас 254-я дорога от Кургана до Тюмени. Также у нас был, собственно, добавлен сам город Тюмень. Чернишевская и Московская развязки в Тюмени. И частично сделана Чеменская кольцевая автомобильная дорога Ткат. На самом деле, я даже не знал, что такое называют. МКАД слышать более привычно. Но есть все-таки Ткат. Так, а куда это у нас потом дорога? А, это, собственно, Исецкая. Это, собственно, Исецкая. И давайте мы все-таки заедем, я думаю. Посмотрим, как там все. Направо у нас на Чемень. Но мы посмотрим сейчас на этот городок. Тесла прямо перед нами. Выглядит вообще класс. Исецкая. Надеюсь, я правильно произношу. Но если нет, то поправьте. Вот туда вот можно даже заехать. Это очень прикольно. То есть можно сделать какие-то классные скриншоты. Стать возле дома. Вот там вот слева. И здесь справа тоже заехать. Возле МЧС. Так, значит, справа у нас там СТО находится. И дальше тут какое-то предприятие большое. ДНС и светофор, на котором мы сейчас с ним формируем. Так, наконец-то мы дождались зеленого сигнала светофора. Едем дальше. Здесь детская площадка. Стадион. Очередной светофор. Ну вот на заправке как раз мы развернемся. Можно даже заехать на стадион при желании. Вот такие вот мелочи. И прикольно, на самом деле. То есть если кому-то надо будет, то можно даже заехать на стадион и сделать какой-то скриншот интересный. Есть, наверное, много тут светофоров. Ну, как бы ладно. Здесь такой магазинчик довольно типичный. Ну, классно. Классно. То есть здесь прям детализация просто на высоте. Вот. Как бы ладно. Собственно, да. У нас добавился город Казань. Тоже хотелось бы посмотреть. Уже в этом видео мы не будем смотреть. Сейчас у меня немного времени, чтобы записать это видео. И так вот еле нашел минутку, скажем так, чтобы записать видео. Чтобы побыстрее выпустить, чтобы вы могли, собственно, посмотреть на обновление карты Сибири. Карта Сибири выйдет у нас... Так, посмотрите, кстати, какая у нас Ауди с большими колесами. Так, что касаемо выхода данной карты, как ее скачать. Значит, так, у нас... Ее, так заворачивает, конечно. Стремно немного. Значит, предполагаемая дата выхода этой версии 21 мая. То есть через несколько дней. Вот сегодня 18 мая. Я записываю, по плану опубликую тоже сегодня. И уже 21 мая по плану, если все будет как запланировано, ничего не поменяется, то 21 мая абсолютно любой человек может скачать данную карту без каких-либо проблем в группе канала, в группе, точнее, проекта ВКонтакте. Ссылка будет, как обычно, в описании. Также стоит сказать, что данный проект абсолютно бесплатный. Нету никаких платных версий. Единственное, данный проект, собственно, разрабатывается за счет пожертвования людей. Поэтому, если вы хотите поддержать данный проект, чтобы он разбивался более активно, то ссылка будет в описании на группу ВКонтакте. И там вы можете поддержать уже автора Валеру. Спасибо ему, кстати, большое, что он предоставил мне в очередной раз закрытый бета-тест. Это очень приятно, конечно, что доверяют, что предоставляют данную версию раньше, чем она выходит, чтобы можно было сделать какие-то интересные видео для вас. Собственно, что еще я могу сказать? Если вы поддержите автора канала, то вы будете не просто поддерживать, собственно, а получать еще дополнительный контент в виде скриншотов того, что сейчас в разработке. И также, насколько я знаю, есть различные опросы. И, в принципе, те, кто поддерживают, решают, в каком направлении будет вестись разработка данного проекта. Поэтому, если я кого-то заинтересовал, то ссылка будет в описании. Так, ну, а мы сейчас уже возвращаемся на дорогу в направлении Тюмени. Остановимся на круиз. Осталось нам совсем немного, 77 километров. Будем мы еще один поселок или городок проезжать. Да, я, конечно, очень жду, чтобы Сибирьмап у нас все-таки соединилась с Кировской областью, с проектом от негабаритного канала. Это будет очень классно. Оплачен проезд у нас в очередной раз. Это будет очень классно, потому что у нас очень большие территории, качественно сделанные, по которым можно будет кататься. И прям это, конечно, будет очень-очень классно. И я прям этого очень жду. И вообще, скорее всего, это произойдет уже довольно-таки скоро. Хотелось бы в это вернуть. Ну, в следующих версиях тоже. Так, проезжаем мы этот замечательный городок или поселок. Наверное, все-таки городок, если он у нас на карте обозначен, да. Но мы его довольно быстро приехали. Здесь у нас такая вот речка симпатичная. И здесь у нас что там? Весовой контроль была табличка, по-моему. Здесь у нас сотрудники ГАИ стоят, наблюдают. Симпатичные, довольные места. И, конечно, с оптимизацией все очень хорошо, как по мне. Вообще, просадки минимальны. Если у кого пока помощнее, чем у меня, то я думаю, что вообще никаких просадок не будет. Ну, на самом деле, даже если я немного пониже настройки, того же сглаживания, которое у меня там на ультра стоит, то можно добиться вообще идеальных 60 фпс. Но в DTS на самом деле можно играть и с 30 фпс. Я так играл очень долго. Долгие годы я играл в 30 фпс. И мне было вполне себе неплохо. Поэтому как-то так. Здесь у нас светофоры. Какой-то еще один поселок. Мы сейчас проезжаем. Здесь справа магазинчик. Пятерочка. Здесь уже началась такая, ну, типа трасса. Поэтому надо перестроиться нам в правую волосу. Я так понимаю, что мы уже в Тюмени подъезжаем. Ну да, указатель Стелла, точнее, Тюмень. Добро пожаловать. Конечно, вот эти светофоры по трассам я вообще этого понять не могу. Конечно, в России. Но это прям вообще не понимаю. Ну ладно, заезжаем мы в Тюмень. Здесь у нас есть, собственно, точка обзора, на которую я предлагаю все-таки заехать. По плану там какие-то пейзажи Тюмени. Где-то панорама Тюмени будет. Можно заехать посмотреть. Здесь у нас даже какая-то промзона. Сейчас мы едем. Ну, хотя вот и высотки, собственно. Так, где тут находится? Слева где-то, я так понимаю. А, ну вот, да. Вот там находится на стоянке. ВОБРЖЕННЫЕ АТО. ВОБРЖЕННЫЕ АТОРИЮ так ну что ж посмотрели мы эту замечательную кат-сцену сейчас двигаемся на разгрузку осталось нам буквально 15 километров проехаться тут по тюмени очень симпатичный город на самом деле и ну город миллионник насколько я знаю довольно много людей живет в этом городе много таких вот высоких домов такие вот дворы здесь классно сделанные причем детализация дворов это вообще отдельная тема то есть можно прямо заехать сделать очень классный скриншот то есть это прям но очень классно еще один момент хочу сказать что если кого-то интересует именно процесс карта строения как разработчики собственно создают все вот эти проекты то у валеры есть канал ссылку тоже оставлю в описании и там он проводит стримы на которых можно посмотреть собственно процесс как это все делается я тоже иногда туда заглядываю очень интересно на самом деле я хоть и не занимаюсь крутостроением и как бы и не собираюсь но все равно интересно как этот процесс вообще выглядит изнутри некоторые думают что это довольно таки легко и что можно все вот эти места сделать там за неделю так вот для таких людей я конечно советую зайти на канал и посмотреть насколько это трудоемкие процессы насколько много времени уходит на то чтобы построить одну вот эту локацию с домами со дворами это прям очень тяжело и ну прям это такой труд довольно таки тяжел такие вот более современные дома справа у нас такие ну симпатичные на самом деле мне нравится слева тоже похоже ну чумень прям чувствуется даже таким типа современным городом мне кажется как-то в других городах в том же челябинске такого ощущения не было не в обиду сказано тем кто живет в челябинске но тут реально очень симпатично и мне этот город очень очень нравится живую я правильно жизни к сожалению здесь никогда не был но может когда-нибудь побываю но мы уже подъезжаем к разгрузке куда дальше у нас скорее автосалон еще находится есть весовой контроль по прямой и вот такая вот тут интересная разгрузка ангар все дела ну классно классно давайте заедем и где-нибудь здесь сбоку станет